Зоозащитники в сквере у цирка. В минувшие выходные ивановские зеленые собрались вместе, чтобы обратить внимание на важную проблему – убийство животных для меховой индустрии. Ежегодно тысячи лис, зайцев и шиншилл убивают ради стильной одежды и высокого статуса обладательниц шуб из натурального меха. Защитники животных предлагают достойную альтернативу жестокой моде. Искусственный мех, он не только не хуже натурального, но и превосходит его по качеству, что в такой шубе можно и ходить в дождь, что не боится ни мокрого снега, ни дождя. И хочется рассказать людям о том, что существует реальная альтернатива без жертв, и что для красоты не требуется убийство животных. К акции «Животные не одежда» присоединились и волонтеры приюта «Майский день», желающие поддержать оставшихся без дома питомцев, приносили лекарства и корм. Принимали также финансовую помощь. Неравнодушные ивановцы в благодарность получали закладки для книг, напоминающие, что многие потребности людей и животных совпадают. Есть страны, есть города, в которых нет вообще бездомных животных. Очень хочется, чтобы мы стали такой гуманной, цивилизованной страной. И главный шаг в эту сторону заключается в том, что животных надо стерилизовать. Стерилизовать домашних животных, стерилизовать бездомных животных. Для экологически ответственных ивановцев установили 4 контейнера сбора бытовых отходов. Для сохранения природы утилизировать пластик, бумагу и пленку необходимо раздельно. На митингу цирка обратил внимание прогуливавшийся рядом мэр города Владимир Шарыпов. Активисты напомнили городоначальнику о существующих проблемах. Натуральный мех – это не наше, это животных. Мы можем греться другими материалами, их полным-полно, и надо это сделать. Надо к этому прийти всем. Больше людей должно узнать об этой проблеме, многие просто не задумываются. Символом акции стал домашний лисенок по кличке Джерри. Новая хозяйка спасла жизнь зверю, выкупив его с меховой фермы в Москве. Теперь 4-месячный лис живет в Лежневе, скоро ему сделают все прививки и будут выгуливать. При виде необычного питомца мысли о том, что его мех мог стать шубой или шапкой, кажутся чудовищными. Максим Серебряков, РТВ Иваново.